Андрей Пьянзин, один из тех жителей Рождественных, кто постарался факту несанкционированной свалки придать широкую огласку. Масштабы проблемы таковы, что могут выйти в буквальном смысле слова за рамки Волжского района. Мусор был как-то централизован в каком-то углу, а сейчас хаотично все разбросано возле воды. Проблема, говорят власти Волжского района, известна была давно. Но до недавнего времени участок принадлежал Министерству обороны. Несколько лет велись переговоры о передаче земли в муниципальную собственность. Точка была поставлена лишь в декабре 2018 года. В 2018 году, в декабре месяце, земельный участок был зарегистрирован в муниципальную собственность, что теперь даст возможность корректировать проект, наверное, или делать его вновь, но это уже скажут специалисты. Но прежде чем действовать дальше, территорию как минимум необходимо расчистить. И сегодня мы принимаем решение, подаем заявку на включение рекультивации этой свалки, программы, федеральная программа «Чистая страна». Но это программа «Максимум». Сегодня надо немедленно здесь навести порядок. Причем уже есть видение того, что должно появиться на этом месте. Возможно, здесь начнется строительство сортировочно-перегрузочного комплекса. Разработка его проекта началась еще в 2012 году. Предполагаемый срок завершения работ – 22-й год. Его необходимо этот проект доработать, получить экспертизу. И уже в рамках этого проекта с экспертизой заниматься как раз строительством сортировочной станции. Судьба несанкционированной свалки практически решена. Рекоператор по воде перевезет хлам на полигон Преображенко. Также в Рождествено будут установлены дополнительные контейнеры для сбора бытовых отходов.